Ну смотрите, как по времени укладываетесь, соответственно, расскажите, что же сейчас у нас с рынком готовых блюд, как развивается эта категория на срезе ваших цифр. Да, Наталья, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Как раз хотел начать с того, что в прошлом году был наш дебют, и наша компания впервые участвовала на подобной конференции. Нас снова позвали, я надеюсь, что это будет доброй традицией, мы будем так дальше и продолжать. Давайте еще раз, я представлюсь, меня зовут Долгачев Денис, я представляю аналитическую компанию Нильсон IQ. И начать хотелось бы с того, что если в зале те, кто был в прошлом году, возможно, они помнят, какую долю занимали готовые блюда внутри скороподческих продуктов. Есть какие-нибудь мысли, какая доля была? Есть ответы? Ну, порядок. Ответов нету. Хорошо, тогда небольшой дизерс с моей стороны. Доля была 5,8. Как вы думаете, какая доля в этом году, в 2023? 10, правильно я его слышал? Правильно, 10. 30. Ох, отлично. Очень хорошо, что такие амбициозные и оптимистичные ожидания, но на самом деле доля практически дошла до 7%. Она составляет 6,8. Это плюс 1% пункт к прошлому году. Опять же, повторюсь, это доля к скороподческим продуктам. И дальше мы переходим к тому, что мы посмотрим, за счет чего эта доля выросла. Для этого мы посмотрим на каналы и на географию. Безусловно, рынок готовых блюд довольно широко представлен именно в больших форматах. Поэтому гипермаркеты и супермаркеты, соответственно, имеют такую внушительную долю. В то время как канал Hard Discounter занимает 1,3%. Но здесь, что хотелось бы отметить, то что все каналы растут. И растут не только каналы, растут также и регионы. Регионы вы можете увидеть ниже. И лидером по доле готовой еды является регион Дальний Восток. И раз уж мы с вами начали говорить про регионы, давайте посмотрим на них более подробно с точки зрения того, как эти регионы распределяются внутри готовой еды и какая у них динамика к прошлому году. Безусловно, Центральный федеральный округ является лидером. Его доля на текущий момент на 2023 год составляет 44,5%. Но здесь необходимо отметить то, что эта доля постепенно сокращается за счет того, что увеличивают свое присутствие и активно растут другие регионы, такие как Сибирь, Урал и Юг. И в целом, если вы посмотрите на все регионы, у всех очень хороший рост, там порядка 30%. Похожий слайд мы с вами посмотрим по каналам продаж. И здесь тоже ни для кого не будет секретом то, что ключевым каналом по результатам 2023 года в готовой еде является канал супермаркеты. Доля его составляет 62,1%, причем эта доля растет. Растет она за счет того, что уменьшается доля канала гипермаркеты. И вот здесь на самом деле в правой части слайда очень интересная картина. Помните, я вам показывал хард-дискаунтеры, у которых доля была 1,3% внутри скоропольских продуктов. Так вот, если сравнивать хард-дискаунтеры 2023 года к 2022 году с готовой еде, то их рост 55%. Мне кажется, это очень хороший рост. И в целом, если мы посмотрим на все четыре канала, везде рост очень высокий. И что самое важное, что этот рост обусловлен в первую очередь спросом. И об этом мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Безусловно, доля, точнее природ готовой еды в 2023 году составил 29,4%. Что, мне кажется, очень отличный результат. В левой части экрана вы можете увидеть на то, какие виды готовых блюд мы в компании разделяем. И посмотреть на их долю. И здесь хотелось бы сказать следующее. Во-первых, наверное, 2023 год – это первый год, когда хлебобулочные изделия стали продуктом, можно сказать, номер один. До этого были салаты. Порядка двух лет они занимали первую долю. Сейчас салаты немножко подвинулись. И хлебобулочные изделия теперь номер один. А если мы посмотрим на первые три вида – это комплексные блюда, скоропольческие товары и хлебобулочные изделия, то они все вместе занимают 75%. И эта доля 75% абсолютно идентична той доле, которая была в прошлом году. Если мы говорим про те виды, которые растут быстрее всех, то здесь безусловным лидером являются макаронные изделия, у которых рост 53%. Но также стоит отметить, что абсолютно все виды готовых блюд идут с положительной динамикой. Мы по вашей просьбе еще в прошлом году опустились чуть поглубже. Мы разбили готовую еду не только на виды, мы ее разбили еще на формат упаковки, то есть на фиксированный вес и на развесной товар. Выделили 8 ключевых видов. Если вы посмотрите, то в принципе история следующая. То, что покупатели выбирают как все, так и другие виды упаковок. Но в последнее время, в последние два года тенденция идет на то, что доля фиксированного веса постепенно увеличивается. И на данном флайде, наверху вы можете увидеть такие подписи, плюс процентные пункты. Так вот 6 из 8 категорий растут в фиксированном весе. А какие это категории, давайте посмотрим более подробно на следующем флайде. И здесь мы можем отметить, что две ключевые категории – это макаронные изделия и блюда на основе картофеля, у которых процентные пункты к прошлому году выросли на 8,3% и на 7,9% соответственно. А такие категории, как супы, бульоны и картофельные клетки – это вот две единственные категории, которые идут в противоположную сторону. Они идут в сторону развития именно развесных продуктов. И вот тот слайд, о котором я говорил уже ранее по поводу спроса. Если вы посмотрите в правую часть экрана, здесь вы увидите декомпозицию, в которой представлены два цвета. Голубой цвет обозначает спрос, то есть это продажа в натуральном выражении, то есть в килограммах. И оранжевым цветом представлено изменение средней цены за единицу товара. Здесь, как я уже сказал ранее, основной рост идет за счет того, что увеличивается именно спрос. И вам для справки в прошлом году эта картинка выглядела совсем по-другому, потому что инфляция там составляла в категориях от 30 до 50%. То есть рост происходил за счет инфляции. В этом году ситуация поменялась. Мне кажется, это очень хорошо. В левой части экрана вы можете посмотреть средние цены за единицу цифрованного продукта. И здесь, безусловно, хлебобулочные изделия у нас являются игроком номер один с точки зрения самой бюджетной цены. У них средняя цена получается 53 рубля за единицу. Самым дорогим у нас являются блюда на основе риса. Цена у них составляет 205 рублей за одну единицу упакованного товара. В прошлом году мы вам показывали и говорили о том, что в некоторых сегментах категории готовых блюд присутствует сезональность. И в этом году мы лишний раз убедились в этом. И тут, наверное, будет не очень хорошо видно, но давайте я вам, наверное, подскажу. Вот снизу вторая голубая линия показывает салаты. И здесь ярко выражено именно декабрь. Когда люди закупаются перед новогодними праздниками, там прям яркий такой вслед продаж происходит. Как в конце 2022, так и в конце 2023 года. А вот категория хлебобулочных изделий, которые на этом слайде, это самые нижние столбики, у них не такой сильный теплес, но он идет по нарастающей и длится порядка 6-7 месяцев. Обычно это теплое время года, когда люди могут себе позволить выйти на улицу, прогуляться и перекусить в теплое время года. Итак, мы с вами посмотрели и поговорили про аналитику по готовой еде. Безусловно, цифры будоражащие, они очень хорошо растут. Давайте теперь посмотрим на то, как себя чувствуют покупатели в текущей ситуации. Безусловно, рациональность, сейчас ни для кого не секрет, что это уже новая норма. И на этом слайде мы решили вам показать топ-10 сфер, в которых люди предпочитают экономить. Если мы посмотрим на первые три ключевые сферы, то это покупка новой одежды, это питание вне дома и покупка еды на вынос, доставка готовой еды. Вот как раз последние два пункта, это то, что относится к готовой еде. И второй вопрос, который мы задали нашим потребителям, какие привычки останутся в долгосрочной перспективе, по вашему мнению, трое из десяти потребителей ответили, что они будут продолжать сокращать расходы на питание вне дома и на покупку еды на вынос. Картина складывается, наверное, не очень хорошая, но даже при всем при этом вы прекрасно видели результаты, которых удалось добиться внутри готовой еды. Давайте я вам напомню еще раз, доля готовой еды внутри скоропорта составляет 6,8%, с ростом 29,4% и с основным трендом в том, что практически по всем видам идет смещение в сторону фиксированного типа упаковки, фиксированного веса. На этом у меня все. На экране вы можете видеть наш Telegram канал, на который вы можете переходить и следить за всеми актуальными новостями от нашей компании. Спасибо большое. Спасибо большое.